Когда все это закончится, да, так, экскурс, в истории мы вчера говорили про Бисмарка, да, вот, разруха-то у нас не в головах, вернее, не в клозетах, а в головах. Да, знаменит такой персонаж из собачьего сердца. А господин Бисмарк, очень умный человек, в свое время сказал, для того, чтобы победить Россию, мы сейчас с вами говорили, да, нужно заставить украинцев думать, что они не русские, вырастить поколение манкуртов, не помнящих родства своего, я не буду точно цитировать, дословно не скажу, и заставить их воевать друг с другом. Вот до тех пор, пока украинцы будут думать, что они не русские, до тех пор эта война и будет продолжаться. А за 23 года в Украине, мало того, что общество не было создано, выросло не одно поколение манкуртов, которые не понимают, что они не русские. В 1913 году не было такого понятия, что украинец были малороссы. Так вот, господа, которые хотели державной независимости, они заставили думать о том, что это два разных народа, а это плоть от крови, кровь от крови, плоть от плоть, это один народ. Родные братья великого князя Владимирова, это родные братья, и Москву, и Киев, мать городов русских, и Москву создавал князь, сын князя Киевского. Так вот, умудрились за 23 года заставить украинцев думать, что они не русские, и через 23 года заставить воевать их друг с другом. Теория Бисмарха в действии. А для того, чтобы понять, кому это выгодно, смотрите в корень, кому это выгодно. Один очень уважаемый мой человек сказал, что сейчас Америка воюет с Россией до последнего украинца. А так оно и получается. Господин Турчинов, господин Яценюк, всякие там пасторы непонятные, да, которые живут на американские деньги и спонсируются ими, воюют здесь, на Юго-Востоке, до последнего украинца. Когда припечет, я боюсь, что и пастор, и нынешний премьер-министр, кролик этот украинский, они сядут в самолет и свинтят из этой Украины. Скорее всего, туда, откуда деньги получают. А еще нужно спросить господина Порубия, как он с Майдана вывозил снайперскую винтовку, откуда она там оказалась. Мы сразу найдем третью силу, которая стреляла и в Беркут, и в тех, кто был на Майдане. В общем, много вопросов к той власти, которая пришла в результате майданного переворота. И чем дальше поколение манкуртов будет скакать на Майдане, крича, кто не скачет, то и Москаль, тем больше трещин по территории этой Украины будет появляться. Может, пора прекратить скакать и начать думать головой. Как-то так. Вот когда перестанем скакать, начнем включать голову, а не карман с долларами, скорее всего, это прекратится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok